Сегодняшнее видео, оно будет посвящено вопросу, связанному с тем, что очень много идет таких страшилок сейчас, да. Впереди 24-й год, это високосный год, предыдущие каждые 4 года происходила какая-то коррекция, происходила какая-то ЖЭ, которая приводила к тому, что люди теряли деньги, поэтому ни в коем случае никакие акции не покупать, все может еще упасть, причин для роста российского рынка нет. В Тайване выборы, в США выборы, в России выборы, ну то есть вообще бегите с фондового рынка, и не то, что хочется переубеждать или говорить что-то обратное, хотя на самом деле это видео и будет посвящено тому, что я буду говорить обратное, потому что я неоднократно упоминал книгу «Принципы» Рея Далио, и один из принципов, по которому живет Рея Далио, и я тоже, кстати, в своей жизни, в своей деятельности стараюсь его применять, нужно всегда смотреть на альтернативные точки зрения. То есть, когда говорят, что все плохо и пиши пропало, было бы здорово, по крайней мере, найти человека или точку зрения противоположную. Но сегодня бы хотелось поговорить вот о двух ключевых показателях. Первое, все-таки посмотреть, какие есть плюсы для того, чтобы инвестировать на рынок акций и почему. И второе, поговорить как раз-таки про то, что даже понимая, каким образом могут развиваться события, точно никто не знает. И самые лучшие периоды для того, чтобы инвестировать, люди почему-то не используют. Особенно не используют люди, у которых недостаточно доступа к информации, люди, у которых не очень хорошо развитое критическое мышление, и они все принимают за чистую монету. Пугают, 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 пытаются зарабатывать на падении. Что далеко ходить, я сам пытался в свое время зарабатывать на падении. Когда-то получалось, когда-то нет. Вопрос, давайте посмотрим по-другому на свой инвестиционный портфель, когда мы говорим о том, что у нас на одной чаше весов. И сегодня про это, как 1 миллион рублей на горизонте в 10 лет превратить в 4 миллиона рублей, понимая при всем при этом, что у вас этот миллион рублей может упасть в цене 20, 30, может быть даже 40%. Как к этому относиться спокойно, комфортно, и какие условия для этого необходимы, чтобы были соблюдены. То есть смысл заключается в том, что если у тебя есть принципы, то тогда в рамках этих принципов тебе достаточно легко принимать решение, тебя не снесет. С супругой недавно смотрели сериал «Корона», который называется. И там тоже получается, есть королевская семья, есть определенные принципы, по которым мы живем. То есть когда там сестра Елизавета хотела выйти замуж за разведенного, сказали, что это невозможно. Потому что есть такие принципы, как бы тебе как сестре не хотелось этого сделать, как королева ты не можешь позволить дать разрешение, чтобы она вышла за разведенного человека. Это неприемлемо, потому что она принцесса. И здесь то же самое, когда касается вопросов информации, связанной с трейдингом у нас на канале, то есть принципы определенные. То есть если я этот принцип нарушаю в угоду охватов, в угоду того, чтобы канал рос, то в дальнейшем получается некое такое размывание. И когда мы размываем эти принципы, то мы даем информацию, которая может привлечь трейдеров. И информация, которая может привлечь трейдеров, или кто изначально идет на трейдинг, он может разочароваться во всем последующем канале. Что негативно скажется как на самом канале долгосрочном, так и на людях, которые подписываются на канал долгосрочно. И поэтому получается каждый раз, когда возникает вопрос или тематика, связанная с трейдингом, тем или иным образом, да, что будет с долларом через месяц, какие акции вырастут через один месяц, оно не рассматривается, потому что есть принципы, да, потому что я это очень много проходил, я видел дорогу, вымощенную костями этих трейдеров, деньгами этих трейдеров, да, когда люди теряли очень большие деньги в шаткой надежде, что они обыграют рынок, что они, еще раз, они приходят на территорию, где работают крупнейшие корпорации, где работают крупнейшие инвесторы, которые просто элементарно даже свои офисы и трейдинговые подразделения стараются размещать максимально близко к бирже, потому что, чтобы тысячная доля миллисекунды, заявка поступала раньше, нежели чем поступает заявка, да. И приходит человек такой вечером, да, с работы, посмотрел какой-нибудь видосик Максима, который сказал там покупайте НЛМК, потому что там Россия в рамках спецоперации нанесла удар по энергетической инфраструктуре Украины, да, и поэтому НЛМК, так как оно производит, допустим, трансформаторную и динамную сталь, есть потенциал для роста, покупайте НЛМК по 78 рублей за акцию. Он сел такой на расслабоне, ну, я подумаю, наверное, стоит купить, и вот он покупает, да. Зачем это делать, да, если ты этим занимаешься, надо заниматься профессионально, надо этому обучаться, да, но это никак не то, на чем ты заработаешь, подписавшись на какие-то каналы. На рынке работают одни и те же люди, на рынке количество участников ограничено. Если вы собираетесь зарабатывать на торговле, вы должны понимать, что вы ниоткуда не можете взять эти деньги, кроме как у другого человека, который пытается сделать то же самое, прилагая соизмеримое вам время, силы, средства для того, чтобы у вас эти деньги отобрать. И есть игроки непрофессиональные, есть игроки профессиональные, и все находятся на одном поле. Это спекулятивный доход. Спекулятивный доход здесь идет мат ожидания, отрицательное. В инвестициях, в чем разница между инвестициями и спекуляцией, основной доход формируется не за счет изменения цены актива, а за счет денежного потока, который ты получаешь от этого актива. И тогда для тебя является ключевым момент не когда ты покупаешь, а что ты покупаешь, почему покупаешь, какой будущий денежный поток ты покупаешь. Соответственно, когда я смотрю видео, которые выходят на телеграм-каналах, да, оно хайповое, да, топ акций, которые там вырастут в 2024 году, мы даже сами это записываем. И здесь получается, что человек говорит, что дивидендные компании не нужно покупать, потому что компании, которые выплачивают дивиденды, у них нет возможности расти, у них нет возможности реинвестировать полученные деньги, и, соответственно, с роста мало заработают непосредственно. Вы этого Уоррен Баффету расскажите, который, в принципе, покупает компании стоимости преимущественно в портфеле. То есть, да, у него есть акция роста, одна из, опять-таки, из-за инсайдерской, скорее, торговли, нежели чем все остальное. Но основной профит, который был создан акционером Бердшер Хэлвей, Баффетом, было за счет того, что он покупал именно компании стоимости, он покупал будущие денежные потоки. То есть, если я покупаю будущие денежные потоки, там, с дивидоходностью, сейчас у нас дивидоходность, да, в районе 12% несопоставима с обликациями федерального займа, но, тем не менее, инфляция будет, будет, цены в инфляции будут отражаться, будут отражаться. Соответственно, я покупаю шикарные денежные потоки за очень приемлемую цену. То есть, сейчас рынок, в настоящий момент, все ждут коррекции, падения. По сравнению со своим средним значением показатель цена прибыль, форвардная, процентов на 20 ниже. Сейчас очень многие на российский рынок смотрят негативно. Негативно в свете того, что может рубль укрепляться, что у нас сейчас облигации обеспечивают достаточно привлекательную доходность, даже среднесрочные и долгосрочные облигации. У них привлекательная доходность, да. И получается, люди все переложились в облигации. Я точных цифр не помню. По итогам 2023 года, точные цифры не знаю, но порядок цифр около триллиона рублей физические лица занесли на фондовый рынок. Это по данной московской бирже, из которых 170 миллиардов, 17% пошло в акции, остальные деньги пошли в облигации. Спрос на акции на сумму 170 миллиардов рублей со стороны физических лиц привел к тому, что рынок за год вырос на 45%. Почему вырос? Иностранцы продать не могут. Кто, получается, может продать? Могут продать только физики. Физики не продают. Они покупили по низким ценам, им смысла продавать нет. А спрос есть. Для понимания, сейчас, по данным Центрального банка, порядка 30 триллионов рублей, количество денег, которые лежат у физических лиц на банковских кладах. И 18-19 триллионов рублей находятся у людей на руках физически. То есть у нас у физических лиц получается сейчас 30 плюс 18, порядка 48 триллионов рублей. Это денежная масса, которая есть у физических лиц. Причем деньги 30 триллионов, которые лежат на депозитах, они лежат в среднем под ставку от 12 до 15%. То есть за полгода, если в среднем это, получается, принесет 7%, посчитайте, с 30 триллионов 7% это еще получат люди, вкладчики, получат деньги. Порядка 4,8 триллионов рублей будут выплаты дивидендов летом. То у нас, получается, с 30 триллионов 7%, 2 триллиона рублей еще будут получены депозиты. И 170 миллиардов рублей привели к тому, что рынок вырос на 50%. Может ли он скорректироваться? Может. Беда вся заключается в том, люди не смогут использовать этот момент. Они будут ждать, когда закончатся депозиты. Они будут смотреть, что происходит с рынком. Они будут смотреть, что происходит с облигациями. Они из депозитов будут перекладываться в облигации, потому что в облигации в этот промежуток времени дадут хорошую доходность. То есть что мы получаем? Что если человек находится на канале MaxCapital, то банковские депозиты и ликвидность он уже использует, как минимум, с сентября-октября месяца. Мы с сентября-октября месяца говорили, что этот фонд нужно использовать для парковки денег. После этого российский рынок находился во флете. Он вообще, то есть рынок акций, в принципе, не рос в этот промежуток времени. А фонды ликвидности обеспечили доходность в районе 5-6%. Мы говорим о том, что сейчас нужно перекладываться в облигациях. А люди только сейчас начинают покупать облигации, когда ставка отыграла. У нас клиенты в конце 2023 года, в начале 2024 года, они перекладываются в облигации. Нужно быть на шаг впереди толпы. Если предположить, что сделает толпа в следующий шаг, какой будет? Закончатся высокодоходные депозиты с доходностью 14-15-16%. Люди получат назад деньги, получат назад купоны. В этот промежуток времени что будет происходить? Центробанк пойдет по пути снижения ключевой ставки. Он уже заявит в апреле месяце или уже начнет совершать первые шаги в плане снижения процентной ставки. И если вы посмотрите, казначейство банков, они прекрасно понимают, что когда через полгода, в июне 2024 года, Центробанк уже будет проводить политику по смягчению денежно-кредитной политики, начнет снижать процентную ставку. Да, это будет медленно, это будет не быстро. Но ожидание на конец 2024 года, что к декабрю месяцу ставка упадет до 12%. Не будут банки в июне 2024 года предлагать депозиты больше, чем под 8-10%. И люди, которые сейчас припарковали деньги с доходностью 15-16% на полугодовые депозиты, может быть годовые депозиты, они через полгода 16% депозит у них закончится, им выплатят 8% годовых за полгода. Они начнут перекладываться на следующее полугодие, а им дадут ставку только 8-10%. По итогу всего года они в лучшем случае получат 12%. И при этом мне же в комментариях говорят, а зачем нам вкладывать в облигации федеральное зайвое под 12% годовых десятилетки, когда мы там на банковском депозите можем получить 15%. Вы не получите 15%. Но да, есть какие-то единичные случаи, счастливчики, кто на год успел открыть депозит, да, они, наверное, получат. И тогда что будет происходить? Люди будут покупать облигации, облигации уже отработают. Почему они будут покупать облигации? Здесь все очень легко объясняется. Будут заканчиваться депозиты, люди будут эти депозиты забирать, и банки им же будут предлагать активно альтернативу. Говорят, у нас есть облигационный фонд, мы увидели заявку на том, что вы погасили депозиты, не размещаете, хотите вывести деньги, а давайте вы облигации купите. Смотрите, вот они сколько выросли за предыдущие полгода, гораздо больше, чем вы на депозите заработали. Какая-то часть купит. Но в этот период времени надо будет покупать как раз-таки акции, потому что ставка будет снижаться. Да, дивидендная доходность российского рынка в 12% она неинтересна. В моменте неинтересна. И люди не используют эту возможность, они не покупают для себя. Они размещают на депозитах. Опять будут говорить, ну как так, богатые богатеют, бедные беднеют. Потому что богатые, они смотрят просто на один-два шаг впереди. То есть, что в принципе ожидать от рынка. Потому что, когда ситуация подойдет к тому, СЦБ начнет снижать ставку, доходности начнут падать, рынки уже отпадают, да. До месяца полтора-два назад, да, писали видео, что доллар будет там 80-85 к марту месяцу. Посмотрите видео, сколько там комментариев было. Доллар будет по 120, жди, Максим будет под 80. Есть определенные вещи, которые просто, они как бы происходят, потому что до этого были события, которые на это непосредственно повлияют. Сейчас также можно сказать, что до рынка еще упадет. На 20% рынок может снизиться, на 30% может, может. Но люди, они аллоцировали сейчас весь свой капитал. Очень многие, я знаю. Они сидят там в фондах ликвидности, они сидят в облигациях. То есть, они в принципе для себя не фиксируют вот эту вот дивидендную доходность. Если вы верите, что доллар будет по 120, посчитайте сейчас, да, какая должна тогда быть валютная прибыль за счет валютной переоценки в акцию сургут нефтегаза. Точно такая же ситуация всех нефтяников касается. Будет доллар слабый, будут нефтяники под прессингом. Но в целом, если вы понимаете, что доллар все равно будет там 120 или 150, и в это верите, окей, купите тогда нефтяников, потому что у них тогда форвардная доходность будет гораздо выше. И это вот то, что я сейчас доношу до всех людей в рамках закрытого клуба инвесторов. Это то, что является для меня определяющим при выборе активов для покупки в портфеле моих детей в миллион за 8. Исходя из этого, вот я оперирую вот этими понятиями, что у нас, по сути, год будет как бы на две составляющие распадаться. Эти две составляющие поговорим в следующем видео, каким образом я вижу, могут развиваться события в 2024 году. Сейчас про риски, связанные с тем, что российский рынок упадет. Я считаю, что сейчас можно фактически купить российский рынок как минимум на 10% дешевле своих средних значений. Потому что, когда ситуация начнет меняться, когда начнет уходить геополитическая премия, когда начнется смягчение денежно-кредитной политики, это уже все будет заложено в ценах. Огромное заблуждение считать, что вот рынок снизится, я тогда продам облигации и куплю акции. Не бывает такого. Даже, казалось бы, я человек, который находится в теме, который смотрит новостные каналы, который больше времени, чем средний россиянин, уделяет вопросам инвестирования, у меня не получается в моей деятельности, там выгодно продать консервативные инструменты и выгодно купить рисковые инструменты. Поэтому я по-прежнему сохраняю локацию на акции российских компаний в пределах 30-40% в портфеле, они присутствуют. И большой ошибкой будет не находиться сейчас в российских акциях, потому что вы ждете какого-то снижения, какой-то коррекции. Если вы придете на рынок акций со своими полученными процентами от высокодоходных депозитов, со своей прибыли, которую вы получили с облигацией, и захотите, не все. Вы созреете, наконец, находясь на канале MaxCapital. Вы, кстати, зреете к тому, что нужно вкладывать в акции, потому что акции стерилизуют инфляцию. Придете, будете покупать. Тот, кто уже купил, не будет продавать. Почему не будет продавать? Потому что аллокация на акции, опять же, невысокая. То есть, по данным Мосбиржи, по итогам 2023 года, только 17% денег было направлено в акции. 83% получается направлено в облигации. И вы будете конкурировать за эти ценные бумаги. Вы будете конкурировать за эти же самые акции. И поэтому это, соответственно, давайте назовем ракетным топливом. Потому что нет предложения. Почему многие компании заявляют о том, что дочерние компании будут проводить IPO на российском рынке ценных бумаг? Есть ликвидность. Есть деньги, на которые покупать. И здесь под большим вопросом будет находиться вопрос. Еще раз. Капитализация всего рынка 5 триллионов, дивидендов 5 триллионов. То есть, получается, дивдоходность вообще размытая 10% составляет. Что такое размытая дивдоходность 10%? Это говорит о том, что, в принципе, за 7 лет у меня будет удвоение капитала. То есть, в 2 раза больше я получу чисто за счет дивидендов. И тогда у меня возникает вопрос. Вот если вы разумный инвестор, ну, как говорят, деньги есть, ликвидность есть, значит, будет бетон расти, и там с Рома снова цена на недвижимость вырастет. Я говорю, ребят, окей, верите ли вы в то, что вы эту недвижимость, купив, сдав в аренду и рассчитывая на высокую инфляцию, у вас цена на недвижимость вырастет в 2 раза за 7 лет. Если вы верите, что однокомнатная квартира, которую вы сейчас покупаете не в самом центре Москвы, за 10 миллионов рублей, в общей сложности за 7 лет принесет вам еще 10 миллионов, путем сдачи ее в аренду и роста ее цены. За минусом налогов, амортизации и прочего. И опять-таки, 10 миллионов, если вы покупаете, входит ли в эту стоимость цена ремонта? Потому что если это без ремонта, то вы должны еще ремонт сделать, мебель туда закупить, у вас в итоге будет там 12-13 миллионов, и тогда сами себе ответьте честно на вопрос. Вот через 7 лет у вас там капитал будет в 2 раза больше или не будет? Если мы говорим про российский рынок, мы прямо сейчас говорим, что вот сейчас надо принять решение при вот таких вот показателях. Кто-то по-прежнему, может быть, немного пересмотрев эти показатели, я не ожидаю, что недвижимость прям так сильно упадет на 30-40-50%, потому что ликвидность все-таки есть, все-таки присутствует. Но опять-таки, не все готовы замораживать. И у нас опять получается, что вот эти вот депозиты, они очень непропорционально размещены, и люди, то есть это не среднее значение, это нельзя взять 30 триллионов, разделить на количество банковских счетов и получить сколько каждому принадлежит. У кого-то, я знаю, работаю в Сбербанке, есть депозиты там и миллиарды, и 2,5 миллиарда рублей просто на депозитах лежат, физических лиц. И это опять к вопросу о том, что люди, у которых такого порядка цифры лежат, они будут заходить, потому что они имеют консультантов моего уровня, которые им это доносят. А основная толпа опять-таки говорит, ну что, 15% получил за полгода, когда такая доходность была на банковском депозите? Ну окей, посмотрим в итоге, кто был прав, кто виноват. И поэтому опять, если стоит вопрос в том, какие все-таки акции покупать, какие акции покупать в течение года, какие акции покупать ежемесячно, в том числе можно покупать за счет процентов, которые вы получаете по банковским депозитам высокодоходным, есть проект «Миллион долларов за 8 долларов в день», мастер-класс по поводу этого продукта. Можете посмотреть абсолютно бесплатно, ссылка на него находится в описании данного видео. Проходите, смотрите, и там как раз-таки я описываю свои ожидания на 2024 год, что я жду, почему по-прежнему имеет смысл инвестировать. Это мой взгляд, не индивидуальная инвестиционная рекомендация, но при этом я думаю, что вы замечательно сможете провести 2 часа времени для того, чтобы для себя вот эту полную картину в голове сформулировать, сложить. Можно даже не присоединяясь ко мне, определить свою собственную инвестиционную стратегию на 2024 год.